Михайло Каркотц получил американское гражданство в 1959 году В США нацистский преступник проживал под именем Майкл Каркок и до определенного момента никто не догадывался о том, кто он такой Однако Каркотц был настолько уверен в своей безнаказанности, что в 1990-х годах издал мемуары Впрочем, он и вправду остался на свободе и умер в собственной постели на 101-й году жизни Как пишет издание The New York Times, согласно данным, которые предоставил в свое время американским властям Майкл Каркок, он родился в 1919 году в Луцке, ныне территория Украины Тогда Луцк входил в состав Польской республики В 1939 году в Луцк пришли советские войска, в связи с чем Михайло Каркотц перебрался в город Грубешев, оккупированный немцами Как утверждал сам Каркотц, в 1941 году он был призван в германскую армию, но вскоре якобы дезертировал, став свидетелем жестокого обращения нацистов с военнопленными из состава Красной армии После этого Михаил Каркотц присоединился к украинскому националистическому подполью Михайло Каркотц, по его же собственным словам, вступил в так называемый Украинский легион самообороны Каркотц заявлял, что легион сражался за независимость украинского народа, а вовсе не на стороне нацистов Однако и сотрудничество легиона с немцами Каркотц не отрицал А вот, по мнению историка Ивана Кочановского из Университета Оттавы, в действительности украинский легион был настоящим полицейским подразделением, которому немцы поручали всю грязную работу по борьбе с советскими и польскими партизанами Примечательно, что, если верить Майклу Каркоку, как раз один из польских партизан и ликвидировал Зигфрида Асмуса, немецкого командира легиона Несмотря на то, что Михайло Каркотц без зазрения совести упомянул в своих мемуарах Зигфрида Асмуса, он почему-то умолчал о том, что именно его подразделение в частности уничтожило все население польской деревни Хланев Тогда погибли 44 мирных жителя Это удалось выяснить благодаря расследованию, которое провели в 2013 году сотрудники агентства Associated Press, заинтересовавшись книгой Майкла Каркока Согласно архивным документам о карательной операции в Хланеве, проходившей под командованием Каркока, поведал еще в 1968 году рядовой Украинского легиона самообороны Иван Шарко Шарко называл командира «Волк», а ведь именно такой псевдоним носил и Михайло Каркотц Интересно, что сын Каркотца, Андрей, стоял на том, что показания Ивана Шарко не могут считаться достоверными, так как КГБ не может являться источником справедливости и правды, особенно тогда, когда речь идет о преступлениях против человечества Андрей Каркок утверждал, что его отец, напротив, сражался с нацистами Впрочем, возможно, что Каркок-младший действительно в это верил Между тем, издание Daily Mail писало о том, что прокурор Польши заявил, что имеются неопровержимые доказательства того, что Майкл Каркок, будучи лейтенантом Сесс, принимал участие в нескольких карательных операциях Вот только Майклу Каркоку удалось скрыть эти факты от американских властей В конце Второй мировой войны он вместе с женой и двумя детьми оказался в лагере для перемещенных в Германии Если верить изданию The Guardian, впоследствии супруга Каркока умерла, а он сам в 1949 году вместе с сыновьями перебрался за океан, в Миннеаполис В США преступник неплохо устроился, работал плотником, снова женился, а спустя 10 лет и вовсе получил гражданство Постепенно чувство страха притупилось, и в 1990-х годах Каркок написал мемуары, которые вышли в свет в начале 2000-х на Украине Именно эта книга, в которой Каркокс называл себя «волком» и оказалась поводом для начала расследования После публикаций, разоблачавших Михайла Каркокса, руководство известного центра Симона Визенталя обрушилось с критикой в адрес Соединенных Штатов по поводу того, что те столько лет скрывали нацистского преступника Подключились и Польша, и Германия Но сын Каркокса, Андрей, негодовал и требовал доказательств Он был рад, когда расследование немецкой прокуратуры было прекращено, выяснилось, что Майкл Каркок не в силах был предстать перед судом по состоянию здоровья, он страдал болезнью Альцгеймера Дело так ничем и не закончилось В декабре 2019 года Каркокс скончался в возрасте 100 лет Интересно, что Андрей, который так ратовал за отца, изменил фамилию с Каркок на Каркас Кроме 2019 года Каркоксée Он — все